You can touch this! Что М.С. Хаммер своим воровством раскрутил Рика Джеймса? Мол, неужели черные братья не договорятся между собой? Узнав о плагиате, Рик Джеймс реагировать не спешил. Откуда ноты растут? Огромное количество интереснейшей информации в свое время обрушилось на мою голову в процессе изучения судебных исков о нарушениях авторских прав. Мне это было необходимо по бизнесу. И сегодня я раскрою вам некоторые подробности иска Рика Джеймса к Стэнли Кирку Барреллу, известному как М.С. Хаммер. Иск, как вы понимаете, касался сингла You can touch this. Проданного ошеломляющим по тем временам тиражом 18 миллионов копий, что позволило сертифицировать сингл как мультиплатиновый, а позднее и как бриллиантовый. Поскольку М.С. Хаммер в постсоветском пространстве в достаточной степени известен, начну свой рассказ сразу с истории оригинала. Масштабы артиста к тому времени были такими, что, например, именно Рик Джеймс был фактически тем человеком, который в свое время открыл сцену тому, кого мы позднее узнали как принц. Но если изначально это был парень, который был благодарен за предоставленную возможность, и Рик относился к нему даже по-отечески, то очень скоро им попросту стало тесно в одном мире, что и привело к очень жесткой размолвке двух артистов. Я был, наверное, расстроен из-за него больше всего на свете. Ну, вы знаете, как любой художник, я имею в виду художник, который создает. Так вот, вы знаете, что потом приходит другой артист, который вам казалось бы знаком, а вроде как и оказывается не очень-то и знаком. Внезапно вы узнаете много нового. Все, что вы не замечали за аплодисментами людей и их благодарностью. Внезапно вы видите совершенно другого артиста, который получает вроде бы то же самое, и он начинает испытывать ревность и зависть. Мы с ним даже вполне нормально общаемся сейчас. Мы решили все наши разногласия. По моему мнению, мужчины должны делать это. Когда я увидел его в последний раз, я сказал, «Чувак, что происходит? Что за фигня происходила?» Мне пришлось просто принять его таким. Ну, вот ты знаешь, он такой маленький-маленький парень. Композиция «Суперфейк» была написана и записана Риком Джеймсом, почти неизвестным большинству русскоязычных меломанов. Эстет вроде меня не в счет. Композиция вошла в его пятый сольный альбом «Стрит Сонгс». И чтобы некоторые из вас потом не думали, что Эмси Хаммер своим воровством раскрутил Рика Джеймса, сообщу, что вышедший в 81-м году альбом «Стрит Сонгс» по результатам продаж был сертифицирован как платиновый и принес Рику Джеймсу две премии Грэмми. Лучший мужской ритм-н-брюс-вокал и лучший мужской рок-вокал как раз именно в песне «Суперфейк». Кроме того, в записи песни «Суперфейк» участвовали знаменитые «Темптейшнс». Ну, то есть Эмси Хаммер взял за основу своего будущего мультиплатинного хита не какой-то забытый всеми сэмпл, а очень известную в Америке песню. Саму же песню «Суперфейк» ее автор Рик Джеймс записывал с оговоркой, чтобы белым парням и девочкам было под что потанцевать. А для того на всякий пожарный в делюкс-версии альбома опубликовал инструментал своего хита «Суперфейк». Именно поверх инструментальной версии «Суперфейк», проложив для жирности драм-машину, Эмси Хаммер и записал в своей студии, оборудованной в туровом автобусе, свой рэп «You can touch this». Но вот что интересно. Узнав о плагиате, Рик Джеймс реагировать не спешил. Дело в том, что задолго до того Рик Джеймс заслужил дурную славу у американских рэперов. Его не взлюбили за то, что он категорически отказывался давать разрешение на использование своих произведений в качестве сэмплов. Более того, неоднократно публично заявлял, что если хоть кто-то попадется, он очень сильно о том пожалеет. Ну то есть получается, на момент создания трека «You can touch this» уже существовал официальный публичный запрет на использование любых произведений Рика Джеймса в качестве сэмплов. Если даже не Эмси Хаммер, то как минимум сотрудники издательства должны были об этом знать. Но, судя по всему, Эмси Хаммер не придал этому значения или же пошел по принципу, мол, неужели черные братья не договорятся между собой? И, конечно же, они договорились. Но лишь после того, как Рик Джеймс, дождавшись максимального звона об успешных продажах, отправил Эмси Хаммеру своих адвокатов. Говорят, к тому времени Эмси Хаммер уже очень сярил деньгами, местами неоправданно, даже несмотря на успешные продажи его «You can touch this». Окей, мы почти закончили с тобой. Ну и чтобы почти все, что ты рассказывал, получилось. Сколько нужно таких продать? Продать 10 миллионов. Хе, 10 миллионов. Поздравляю. Это американская история успеха. Спасибо тебе большое, что уделил нам время. Эмси Хаммер будет обратно. Ванилы Айс. До сих пор никто не знает, на какую сумму торжествовала эта самая справедливость. О котором я рассказывал вам в одной из историй. Здесь, на канале «Откуда ноты растут». Откуда ноты растут Откуда ноты растут Продолжение следует...